Всем привет! Вы на канале iModellist и с вами я, Виталий Новиков. Сегодня хочу вам представить новинку от фирмы Hobby Boss в 48 масштабе. Российский палубный истребитель МиГ-29К. Помимо самого набора, в конце ролика покажу вам и 3D-декаль для этой модели от фирмы М-Босс. А внутри коробки находятся литники с деталями декаль фото-отравление схема окраски модели и нанесения декалей инструкция для сборки и каталог продукции Hobby Boss на 2023-2024 года. Верхняя часть фюзеляжа перед вами. Крыло вариативно можно сложить или оставить разложенным. Про то как сложить в инструкции есть, а как разложить нужно догадаться самому. Но это говорят люди, которые в данный момент уже собирают данный МИГ. есть прекрасная расшивка и клепка. По причине сложения разложения, которое я озвучил выше, крыло отлит отдельно от фюзеляжа. Нижняя его часть. Ниши шасси проработаны достаточно неплохо. На данном литнике находится киль, стабилизатор, части крыла. Киль отлит без руля направления и состоит из двух основных деталей. А вот стабилизатор выполнен в одну деталь. Приборная панель. Индикаторы приборов, ну а здесь конкретно мониторы, есть в декалях из набора. ПВД. На следующем литнике расположены кабина пилота, детали интерьера, детали воздухозаборников и двигателей. Кабина. Индикаторы приборов на боковых поверхностях показаны в пластике, но есть и в декалях. Внутренняя часть кресла. На этом литнике находятся воздухозаборники, части крыла, части кресла пилота. На данный момент я бы совсем не сказал, что модель супер детализированная и содержит упомрачительное количество деталей. Ну точно бы не сказал. Но кресло, на мой взгляд, очень даже неплохое. Ремни имеются фототравленные, есть еще и в 3D декалях от фирмы Эмбос. Передняя стойка шасси. Воздухозаборники. Две основные стойки шасси. Два одинаковых литника и в основном с деталями двигателей, колесами. Колесо довольно неплохое. Есть надписи по бортам. Есть хороший протектор. Правда, колесо располовинено. По передним колесам тоже ничего плохого сказать не могу. Детали сопел двигателей. Литник с пилонами и подвесным вооружением. Но здесь выбор большой. Голову можно будет поломать, что подвесить. Еще два одинаковых литника с подвесным. В инструкции присутствуют и варианты подвесного вооружения. И куда это вооружение правильно нужно подвесить. Все вооружение располовинено. Есть прозрачные детали на него. Есть и декали. Ну, все как надо в принципе. Так, здесь у нас находятся части крыла. Тормозной гак. Конус-обтекатель РЛС. Сопла даны в двух вариантах. Литник с прозрачными деталями. Плата фототравления. Декаль. Декаль на два варианта окраски. Жестокий косяк сразу вижу. Ну, хорошо, что О на С изменить без проблем можно. Опознавательные знаки России. Второй вариант ВВС Индии. Большое количество технички. Декаль в кабину. И декали на подвесное вооружение. Инструкция черно-белая в виде книжки сделана. Содержимое набора на второй странице. Ну, а дальше сборка. Ну, шаги сборки. Инструкция на твердую тройку. Бывает и лучше. Ненамного лучше. Есть моменты, которые можно назвать ребусом. Но это, на мой первый взгляд. Может быть, не так все плохо. Ну, или не так все хорошо. Схема окраски модели и нанесения декалей цветная. Вариантов два. Ну, наш российский вариант, естественно. И ВВС Индии. Лист схемы окраски подвесного вооружения. И есть еще маленький презент. В наборе имеется каталог фирмы Хобби Босс на 2023-2024 года. Полистать, ну, кое-где можно будет в удовольствие. Ну, и как обещал, покажу вам 3D декаль от новой российской фирмы Эмбосс. Красивый крафтовый конверт. Внутри инструкция и пакет самой декалью. Приборная панель. Приборная панель. Мониторы. Мониторы. О, как переливаются в глянце. Декаль на боковые части кабины. И детали для кресла пилота. И ремни для его же кресла. Вот такая модель получилась у фирмы Хобби Босс. И как вам? Приобрести набор вы можете на нашем сайте i-modelist.ru А я с вами ненадолго попрощаюсь. До скорой встречи. Ваш я-моделист. И я, Виталий Новиков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова